Выборы в Самарской области прошли честно, открыто, легитимно. Одним из важнейших факторов этого стала работа общественных наблюдателей. Они работали практически на всех участках Самарской области. Это третьи выборы в течение года, поэтому практически все наблюдатели уже имели опыт работы на выборах, свои обязанности исполняли чётко и профессионально, не допуская конфликтных ситуаций на участках. Мы, общественная палата, в этом отношении реализовали свой потенциал, который установлен действующим законодательством. Мы стремились к тому, чтобы все необходимые права для избирателей были обеспечены на избирательных участках, в том числе и с участием наших наблюдателей. Вся эта работа по общественному наблюдению помогла достичь главной цели. Избиратели приходили на участки с чувством уверенности, что процесс выбора прозрачен и чист. Можно отметить максимально позитивный отклик нашей работы от избирателей. Про участие общественного штаба знают, информацию, которую мы доносим до избирателей, ценят, потому что она отвечает, самое главное, критериям достоверности и законности. Кроме того, на всех участках была организована видеорегистрация происходящего, чтобы в случае возникновения спорных ситуаций можно было пересмотреть запись. А с территории части участков велась и прямая трансляция в Центр общественного наблюдения за выборами. Все трое суток и днем и ночью за ситуацией следили 30 молодых волонтеров-студентов. В Центр мог прийти любой желающий увидеть эту работу в режиме лайф. Этим воспользовались и пять кандидатов на пост губернатора. Все они положительно отозвались о работе Центра видеонаблюдения. Также в Центре на готове была и мобильная группа, которая могла выехать на любой участок. Если бы к нам поступили сигналы о том, что на том или ином избирательном участке, в том числе на отдаленных участках, происходят какие-то инциденты, эти мобильные группы должны были выезжать на данную территорию и на месте разбираться, в том числе с использованием видеофиксации. Слава Богу, что у нас таких поводов не возникло, но готовность была стопроцентная. Молодые приняли активное участие не только в наблюдении за выборами. Они также активно и голосовали, что стало отличительной чертой этой кампании, а также одним из факторов того, что явка оказалась выше ожидаемой. Участие молодежи, то, что мы раньше на этих выборах не наблюдали, на предыдущем, здесь, видимо, сыграло свою роль в массовости. Накоплен большой политический опыт, и он нам еще пригодится на много лет. Была организована и работа горячей линии на базе нотариальной палаты. За месяц работы операторы обработали 84 обращения. Часть из них были социально-бытового характера. Это и вопросы обслуживания домов, и доступность избирательных участков. А остальные касались юридических консультаций об избирательном процессе. По каждому такому обращению ответ был дан в кратчайшие сроки. Вопросы избирательного характера касались, что нет в списках избирателей. Включен в список избирателей человек, который не проживает, уже давно не зарегистрирован. Связь с избирательной комиссией была очень конструктивная. На звонки отвечали своевременно, решали вопросы своевременно. И, так сказать, повторных обращений, что вопрос остался нерешенным, не было. Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами продолжит свою работу, пока не будет рассмотрено последнее обращение. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, средств массовой информации. Всего в составе штаба действовали 15 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.